Рыболовы края Не только об этом спросим сегодня Сергея Казанцева, президента Федерации рыболовного спорта «Края». Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, чем принципиально ловля на мормышку со льда отличается от других видов? Рыболовный спорт, я бы его, наверное, сравнил с лёгкой атлетикой. То есть это как бы общее всё. И плюс есть дисциплины. У нас их очень много. Это ловля на мормышку со льда. Это, соответственно, подразумевает, что мы находимся на льду. Есть ещё со льда ловля на блесну. Далее уже летние виды спорта. Спортивная ловля карпа, ловля донной снастью. Это с применением кормушки. Раньше называли фидер, и она очень прижилась. Это название. Потому что фидер – это с английского как раз кормушка и есть. Плюс это ловля рыбы поплавочной удочкой, спиннинг, нахлыст. И, наверное, в данной ситуации пока всё. А, ну плюс спиннинг делится на береговой спиннинг, на слодок, по ловле баса. Так, остановитесь, пожалуйста. Давайте про мормышку. На самом деле много. Для вот новичков. Что это вообще? Принцип какой? Ну, мормышку по-другому называют ещё шахматы на льду, если мы берём спорт. Даже если мы не берём спорт, то это тоже очень похоже. Почему? Человек, подойдя к водоёму, даже незнакомому, должен уже просчитать, где какая рыба живёт, куда он пойдёт её ловить. Потому что мы ориентируемся по береговым свалам, по нахождению растительности на берегу, деревья, обрывистый берег, песок и так далее, кустарник. Значит, он подразумевает определённые илистые слои на дне, подо льдом. То есть вот таким образом ты должен сделать анализ, уже подойдя. То есть это первое. Второе. Когда ты зашёл на лёд, соответственно, ты там буришь непосредственно лунки и начинаешь их проверять. Сейчас это гораздо проще сделать с применением электронных средств. Это эхолоты, подводные камеры. Но в любом случае это не панацея. Увидеть, что рыба есть, это не означает, что ты её поймал. Далее ты уже играешь с Настями и подбираешь просто под её настроение, под её повадки, под её какие-то вкусовые пристрастия уже с Настей. Но могу сказать, что, допустим, в черте города Барнаула на леску 2.0.10, как у нас все называют, на десятку, да? Ты когда мы спрашиваешь, на что ловишь? На десятку. То есть на такую леску уже очень тяжело ловить рыбу, нашу городскую. То есть здесь уже идут более деликатные снасти. А многие люди просто этого недопонимают и считают, что от снасти ничего особо не зависит. Но могу привести пример выступления нашей команды на чемпионате России, где мы победили. Леска использовалась 2.0.5. Большинство людей даже в руках такую не держали. И мормышка 2.2. То есть что такое мормышка 2.2? Это пшённое зёрнышко. Вот представьте, вот такую снасть нужно было утопить на 6 метров. Это для людей, которые никогда в руках не держали такую снасть, это просто нереально. А в чём наши спортсмены в итоге оказались лучше других? Вот как раз в том, что на тренировке было потрачено время именно для того, чтобы узнать, какая снасть наиболее оптимальна для местной рыбы, потому что рыба была мелкая и очень неактивная. И, соответственно, на какую прикормку она отзывалась. То есть прикормочный состав, это тоже очень важно, на него посвятили несколько дней. Ну и ребята, я считаю, блестяще с этим справились, потому что на фоне конкурентов мы ловили не мелкого ерша и окуня, а ловили именно плотву, которая была, во-первых, гораздо крупнее, она была в 3-4 раза крупнее ерша и окуня. И при этом она позволяла очень хорошо её раскормить и поставить, как мы это называем, на столб. То есть вот этот столб как раз рыбу приманивал, ребята его отрабатывали и очень чётко, с хорошим отрывом вышли и в первой, и во второй туре победителями. То есть получается, правильно подобранная прикормка – это вот один из залогов успеха? Один из, да. А первое, с чего мы начали, это как раз то место, где ты должен просчитать нахождение рыбы. То есть как ты правильно вошёл в зону, это касается спорта, либо как ты просто зашёл на водоём и с какой стороны ты встал. И я бы настоятельно рекомендовал людям придерживаться этих принципов, а не там, где сидит народ. Народ всего лишь навсего – это некий ориентир, который позволяет тебе просто подойти и спросить. Спортсмены часто не идут в толпу по одной простой причине. Если чисто математически мы посчитаем, то получится, ну, грубо говоря, на 100 квадратных метров плавает, к примеру, 20 рыбок. То есть если на этих 100 квадратных метрах сидит 20 человек, то теоретически кому-то рыбы не хватит, потому что кто-то поймает две, и уже кто-то остался без рыбы. А вот у спортсменов это другое, это отобрать принципиально эту рыбу. На любийской рыбалке зачем вам это нужно? Вы отойдите в сторону, и на этих 100 квадратах уже 20 рыб будут ваши. То есть всего лишь навсего вот такая логика, и она позволяет совершенно по-другому возвращаться домой либо с рыбой, либо с хорошим удовольствием, а не спорить здесь, кто чулунку занял и кто на челе добур наступил. Я немного не поняла, как готовиться к соревнованиям рыболовы. Ну, ладно, бегуны там понятно, легкотлеты. Давайте вернемся. Разминка, тренировка, а здесь как? Как мы говорим, у нас тоже-то, ну, это уже не в обиду ни в коем случае шахматистам, да, но когда мы пришли в рыболовный спорт, мы говорили, что среди нас шахматистов-то немного. Вот, то есть ребята все подготовленные, в основном те, кто когда-то занимался какими-то серьезными видами спорта, ну, а дальше вот этот спортивный задор остался, его нужно каким-то образом реализовать. Что из большого спорта, ну, все по определенным причинам уходят. Вот, и со временем, конечно, мы уже поняли, что в том числе и без шахмат там нам делать-то нечего, и это уже дальнейшее развитие. То есть это как раз, когда ты приходишь в рыболовный спорт, не имеет значения, мормышка это или не мормышка, ты должен понимать, что без тактики, если мы берем спорт, да и даже в любительской рыбалке, передвижение твое по водоему, это тоже определенная тактика. Поэтому без знаний шахмат, там, шашек, каких-то таких вот логических игр тебе тоже делать нечего. Поэтому мы с огромным уважением относимся и к шахматистам, и ко всем остальным спортсменам, да, которые, на первый взгляд, вроде как бы не относятся к рыбалке, либо к рыболовному спорту. На самом деле это очень тяжело. Это физика, потому что мы много бурим. Весенний толстый лед, который у нас под метр в Сибири, несмотря на то, что ледобуры наши позволяют бурить его достаточно быстро, ну, когда ты делаешь это много, а бывает спортсмен за три часа и 50 лунок делает, и больше делает. То есть, ну, физически это тяжело. Плюс мы на лунку в среднем тратим, ну, может быть, минуту, это, ну, две, это слишком много, если не клюет. Обычно 3-5 проводок, то есть это несколько секунд. Если ты почувствовал, что здесь рыбы нет, и она никаким образом себя не проявила, чего тебе делать-то? Ледобур твой лучший друг, если мне касается мормышки, и вперед. А женщины есть в команде? У нас в команде женщин нет, именно в нашей команде, но вообще они... Принцип какой-то ваш. Нет, объясню, почему. Слава богу, девушек у нас пришло в рыболовный спорт уже очень много. Полтора года в Алтайском крае существует даже женская рыболовная лига Сибири, и наши девочки уже больше 10 из них уже с разрядами, и даже есть кандидат в мастера спорта, член сборной России по ловле рыбы по плавочной удочке Оксана Буржинская из Рубцовска. Вот мы с ней были на чемпионате мира даже в 13-м году в Словении. Плюс у нас Наталья Лас выполнила норматив первого разряда, и девочек у нас уже больше 40 в нашей лиге. Плюс в России уже третий год выступает женская команда, которая собрала в себя всех самых лучших девочек со всей России. Это очень серьезные девушки. В составе даже у нас есть Катя Шашина, Сирославля. Это вице-чемпион чемпионата России двухлетней давности. Она была с нами на отборах в Финляндии, потом попала кандидатом в сборную России. Это предвосхищает, наверное, ваш следующий вопрос, что нам потом там светит. На самом деле девушек очень много, и у девушек, наверное, я бы сказал, сейчас есть все возможности, и плюс даже какая-то женская интуиция, которая позволяет сражаться наравне с мужчинами, и они очень достойно выступают. Ну и финальный вопрос, как раз вы его предвидели. После победы на российских состязаниях впереди что? Международные? В первую очередь, конечно, чтобы попасть на международные, немножко не так все должно быть. Расскажу. Чтобы попасть в состав сборной России, нужно занять призовое место на Кубке России, либо на чемпионате России. После этого тренерский совет отсматривает кандидатуру. Это согласно нашим законам Минспорта. Получается, что мы смотрим по рейтингам за прошедшие два года, как минимум, выступления спортсмена, за исключением членов сборной, которые автоматом попадают при том условии, если заняли не ниже шестого места на чемпионате мира. То есть, как минимум, шесть мест у нас всегда закрыто уже. То есть, из этих 18 кандидатов, которые будут отбираться 5-6 дней в шестерку самых лучших, остается на вакансии всего 12 мест. То есть, в эти 12 дополнительно попадают самые лучшие, самые сильные титулованные спортсмены страны. По итогам нескольких лет у нас очень серьезная скамейка запасных, за что нас, с одной стороны, не понимают иностранные команды, которые в основном бьются одним костяком, может быть, один-два человека иногда меняется, то здесь все с точностью наоборот. У нас чуть ли не каждый раз состав обновляется наполовину. И все, с одной стороны, этому рады, потому что, ну, судя по результатам выступления в сборной России, это хорошо, что есть очень много таких спортсменов, потому что мы практически всегда в призах. И этому завидуют, потому что такая длинная скамейка запасных. С другой стороны, конечно, есть нюанс, который не позволяет все-таки за короткое время тренировок, либо отборов сделать такой мощный костяк. Ну, опять же, мы все друг друга хорошо знаем, там, по 15-20 лет знакомы, и каждого спортсмена, каждое его поведение в зоне ты будешь знать. Вот эти 18 человек через 6 дней превращаются в 6 самых крутых, самых лучших, которые отправляются на ежегодный чемпионат мира. В следующем году он будет на родине чемпионов в Литве, поэтому мы злые после нашего выступления в Болгарии. Вот, надеюсь, что все у нас получится. Спасибо за эту интересную беседу, но еще раз с победой. Да, это, конечно, в честь нашей сборной Алтайского края. Ребята у нас выступили очень достойно. Поэтому, конечно, мы их от всей души поздравляем. Это наше уже второе золото за последние 5 лет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!